Здесь есть разные варианты, допустим, вот этот вариант, это вообще вполне себе повседневный наряд. Бомбер обыкновенный с элементами шнуровки, ворон, вот тоже такая необычная интерпретация. Перья настоящие? Да, перья настоящие, перья петуха. У вас такой немножко, как это, шик леди гайи, вот что-то такое есть. Есть, да, я эпатажи добавила. Я люблю шокировать людей своим восприятием этого мира, для меня это очень важно, показать именно то, как я это вижу. Эти все наряды можно как в мир, так и в пир, как на вечерний образ, так и на повседневный. Все зависит от самой девушки, от ее внутренней энергии. Первый раз выступаю с вечерней коллекции, обычно со свадебной, два года выходила, ну вот пробую себя в новом направлении. Как тебя ощущаете именно в таких образах? Прекрасно. Самое главное, правильно подать именно образ, да, поэтому мы наполняемся, представляем кто, кем является эта девушка, которая наденет это платье. Меня очень давно возбуждает Япония, и так как в Японии культ природы, сохранять природу, это мне очень нравится. Получился вот такой вот головной убор, он инкрустирован камнями, это все сделало море. Море и природа это лучший дизайнер. У модели поинтересуемся, вот насколько тяжелая конструкция? Ну, если честно, она вообще не тяжелая, вот, в принципе, приспособления удобные. Хотели бы такое в повседневной жизни? Ну, в повседневной, конечно, нет, но на показе таком, конечно, можно. Зато как в автобусе удобно, никто точно к вам не прижмется. Действительно. Для нас это, наверное, новинка, вот из всех показа, что когда я либо участвую, вот с такими головными уборами, передать национальность в древней Японии, это действительно интересно, мне кажется, зрители оценят это. Я бы тоже хотела попробовать себя в качестве модели, чтобы вы могли подобрать, вот, мне под сегодняшний образ, может быть, что-нибудь из аксессуаров. Нужно яркости добавить. Вы сама яркая, вам вот прям кокошник к лицу. Очень модный цвет этого сезона, прям вообще. И вы в нем такая прям яркая, красивая, позитивная, абсолютно. Смотрите, сейчас я в нем и уйду. Можно одеть фиолетовый, вот он к вашим волосам прям гармонично очень так собрал образ. У вас никакой большой идет. У вас зеленый джакет, он гармонирует и с цветом ваших волос, и с кокошником. Как часто посещаете такие мероприятия? Что ждете от сегодняшней недели моды? Такие мероприятия посещаем ежегодно, стараемся увидеть новые тенденции, которые веют наши табаровские модельеры. Я не могу не обратить внимания на то, какая вы яркая и стильная. Вот вы чем вдохновляетесь? Ну, то же самое с журналами, идеями, модой. Это весна, тем более впереди. Сейчас весной, это прям сильно очень актуально, показы, идеи. Мы в Министерстве здесь для того, чтобы окунуться в это чиновоще, мило, изящие свои красоты, мир, волшебство, которое называется МОДА. В этом году много новых модельеров, в этом году много новых коллекций, таких креативных коллекций. Мне присылают коллекции. Я прошу профили посмотреть в социальных сетях, прошу прислать мне локбуки. Мне не хотелось найти тех дизайнеров, которые могли бы реально быть, не знаю, в будущей нашей экономике, в легкой промышленности. У меня были такие мысли. Но потом все равно и креативные моменты здесь появились, и появились моменты Ребесла. Но в большей мере, конечно, это протопортрет такого промышленного, качественного плана. Коллекция «Токсик», «Тотал Блэк», «Онли Мэн» и не только. Сегодня Хабаровск вновь стал столицей моды Дальнего Востока. Но золотой лекало – это только середина фэшн-недели в городе. Итоговой точкой станет мастер-класс для прокачки навыков модельеров. Полина Харечко, Павел Павлов, Большой город. Редактор субтитров А.Семкин